Подарки с грузом? Да. Скажи откуда? Сбитнись. Трикоримская борьба, моя жизнь, моя судьба. Слова из знаменитой когда-то песни стали девизом не одного поколения борцов. Для Георгия Цурцумия они тоже слишком личные. Греко-римская борьба, моя жизнь, моя судьба. Олимпийская медаль, да, самая дорогая, серебряная медаль. Вот. Гораздо лучше была, если золотая была, но серебряная. Отлично. Тоже. Лавровый венок на голове, растерянный взгляд. Он поднялся на Олимпийский пьедестал 25 августа 2004-го. В этот день Цурцумия провел на афинском ковре две самые важные схватки в своей жизни. Американца чемпиона мира и Олимпийских игр Рулона Гарднера он победил. А в финале уступил россиянину Хасану Бароеву. Я сразу вот после финального поединка звонил. Так сам, ну самому плохо на душе, что проиграл такой. Ну мог выиграть и проиграл. И дома берут телефон. А вот я говорю, вот финал проиграл. Они, что ты такой на этом, на пьедестале стоял, такой грустный весь. Второе место же на Олимпийских играх, это же мечта же для многих спортсменов. Я говорю, ну да, конечно, я, допустим, когда ехал на Олимпиаду, думал, ну если тройку сделаю, это будет огромный вообще успех для меня. А потом уже возвращался и второе место как-то меня давило. Как проиграл в финал. Такой финал. Я не узнала своего сына. Вот это была эмоция, когда он вообще не улыбнулся, не смотрел по сторонам. Ну это, я не знаю, где он был в этот момент. Вот это была эмоция, действительно. Это первый раз в жизни, когда я видела, что он проявлял так свою эмоцию. Он был подавлен окончательно. Когда мы видели родителей то, что ему в этот момент так плохо. Поэтому вот эта радость прошла так для нас тоже, без всяких эмоций лишних. Георгий Цурцуми родился в Кутаиси. Позже семья переехала в небольшой грузинский городок Цалинджиха. Он всегда отличался от сверстников, был слишком рослым. На вид очень грозный паренек, в душе мягкий и доверчивый. Учился в школе на одни пятерки. У мамы преподавателя русского языка по-другому нельзя было. Когда сын впервые попал на тренировку борьбы, этому никто не придал особого значения. Пошел, как все дети. Чему тут удивляться? Первый тренер в районе, когда мы тренировались, зал был очень маленький. Ребят было очень много. И не помещались такие приемы, когда делали. Тренер такой сам стоит, чтобы одна пара на другую не упала. Вот сейчас ты и делаешь, а остальные стоят. Ковер был очень маленький тогда. Условий не было даже полного ковра одного. Первое соревнование в Тбилиси Георгий, конечно же, проиграл. Но его заметили и пригласили тренироваться в столицу. На семейном совете тогда было принято решение переезжать. Семья Цурцуми жила в ожидании побед сына. Долгие пять лет они снимали квартиру в Тбилиси. Терпели неудобства. Ну что не сделаешь ради единственного сына. Сначала Георгий выступал в весовой категории до 83 килограммов. На юниорском ковре у него все получалось на отлично. Тренер сборной Грузии Давид Давитая видел в Георгии одаренного ученика. Он выигрывал чемпионаты страны, всевозможные турниры. Но семья, которая сделала ставку на спорт, ждала большего. Наверное, самым радостным было для нас то, что в 2000 году он за один месяц стал чемпионом мира. Вернее, сначала чемпионом Европы, а потом чемпионом мира. Это все в течение одного месяца было. Это было очень-очень важное событие и в его жизни, и в нашей жизни. Потому что это был итог всего труда, который мы за пять лет вкладывали, вкладывали. И шли так. Допустим, это не первая победа была. У него всегда начинается четвертое место, третье место, и потом чемпионом становится. Взрослый ковер – взрослое переживание. Стать первым номером сборной Грузии Георгию не удалось. Он постоянно проигрывал лидеру команды Мириану Георгадзе. В 2001 году наконец-то борцу доверили представлять страну на чемпионате мира в Патрах. Здесь в Турцуме занял пятое место, и здесь же после соревнований он познакомился с Юрием Мельниченко, который тогда был главным тренером сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Вопрос, к которому ко мне он обратился, это было следующее содержание, что Юрий Васильевич, вы не будете возражать, если я приехал бы в Казахстан к вам потренироваться на один-два, может быть, сбора? Я как бы немножко проявил к этому делу интерес, меня этот вопрос в какой-то степени заинтриговал. То, что я думаю, может быть, парень потренироваться в Казахстан приехать, это как бы, по-моему, было только предлогом, по большому счету у нас тренироваться, то есть таких тяжеловесов, которые представляли бы интерес для кого-либо в тот самый период, особо не было. И поэтому я сразу задал прямой вопрос, я говорю, лишь только потренироваться? И на что мне этот молодой человек ответил, что, а если как бы и получилось бы в дальнейшем, то, может быть, я и остался бы у вас выступать за Казахстан. Георгий прилетел в Алматы зимой 2001-го. Встречавшие его сразу отметили, парень от родителей далеко и надолго не отрывался. Тогда казалось маловероятным, что Георгий задержится в Казахстане. Мысль о том, что он будет представлять страну с такими богатыми борцовскими традициями на чемпионатах мира и Олимпийских играх, казалось слишком смелой. Но впереди азиатские игры. В весовой категории до 120 килограммов команде было вакантное место. Георгий поселился в Алматы в центре олимпийской подготовки. На сборах, как обычно, двухразовые тренировки. У борца были пробелы не только в технической, но и в физической подготовке. Первый крупный старт Георгия был намечен на осень 2002-го. На азиатских играх в Бусане в финале от него ждали только победы. Поединок был очень жесткий для него, очень динамичный. Но когда ему подняли руку, когда он прошел допинг-контроль, и когда объявили, что в этой весовой категории Георгий Цурцумин заявал золотую медаль азиатских игр за сборную Казахстана, тогда я просто выдохнул, и у меня действительно с плеч как бы такой груз свалился. А еще был там как бы в преддверии этого один сюжет, который отягощал как бы ситуацию. Это то, что большинство специалистов склонялось к мнению, что ему перед азиатскими играми в Бусане за 20 дней до их начала не надо ни в коем случае выступать на чемпионате мира. Почему? А я настоялся, чтобы он на чемпионате мира выступал. Как бы с ним поговорил, смотрю, он не боится, он готов выступить и там, и там. Это был не юношеский максимализм. Юрий Миниченко, как главный тренер, всю ответственность взял на себя. Он видел, что у борца не хватает опыта выступлений на соревнованиях высочайшего класса. Конечно же, он рисковал. Георгий на чемпионате мира занял только седьмое место. Все тряслось, лишь когда Цурцуми выиграл золотую медаль азиатских игр. Георгий, продолжай. Ты делаешь, что я думаю. Георгий. 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 Победа на играх окрылила Георгия. Тогда его представления о борьбе были несколько иными. Ему казалось, что на следующем чемпионате мира он обязательно поднимется на ступеньку выше. Так он дойдет до цели и вершин. Но на самом деле жизнь готовила ему реальные сюрпризы. В феврале 2003 года команда Казахстана вылетела в США на тренировочный сбор. За океаном было запланировано участие в нескольких турнирах. Тогда Георгий проиграл всем ведущим борцам, включая олимпийского чемпиона, американца Рулона Гарднера. Ему не очень вежливо указали на его истинное место в мировом рейтинге. Это было настоящей катастрофой. И встретившись и с кубинцами, и с американцем, он проиграл настолько, явно и настолько, как бы, был беспомощен в этих схватках, что практически амбиции его просто вот, как постфактум, они ему дали понять, что мировой уровень – это вот то, с кем он боролся. А он – это, как бы, это, может быть, пятое в лучшем случае, а там где-то десятое и, может быть, пятнадцатое место в мире. А амбиции у него уже сформировались чемпионские. То есть он уже давным-давно, как бы, хотел себя видеть через год, там, на пьедестале почета, через два, там, на пьедестале олимпийских, как бы, игр. И вот, мне необходимо было вот этой вот драмы дождаться, чтобы потом серьезнее побеседовать и каким-то образом попытаться изменить его сознание в лучшую сторону. После поражения на турнире в США тренер и ученик проговорили в гостинице несколько часов подряд. Они решили полностью пересмотреть план подготовки. До Олимпиады оставалось полтора года. Они чуть ли не по минутам расписали каждый сбор, каждую тренировку. Мне жалко. И тогда было жалко, и сейчас его жалко. Очень жалко. Потому что труд – это каторжный труд. На это пойдет не каждый. Тем более мы, родители, конечно же, знаем, сколько труда, здоровья, энергии он вкладывает в это. Поэтому, наверное, относимся к нему так вот по-другому, как родители относятся к своим детям. Осенью 2003 года, наконец-то, Георгий заявил о себе на мировом чемпионате. Во французском критере Цурцумия выиграл бронзовую награду. В полуфинальной схватке он уступил Хасану Бароеву. Чуть позже стало известно, что Цурцумия проиграл чемпионом мира. Спустя несколько недель в Алматы борцы должны были вновь встретиться на Кубке мира. Все были в ожидании схватки Цурцумия-Бароев. Россияне не торопились выводить на ковер своего лидера. Цурцумия на Кубке мира в Алматы пришлось бороться со вторым номером российской сборной Алексеем Тарабариным. Бароева берегли. Попасть под горячую руку казахстанского борца не входило в планы россиян. Тогда на одной из тренировок Хасан сделал смелое предположение, сказав, что мечтает встретиться с Георгием на играх в Афинах. На Олимпиаде не исключается встреча в финале? Не, 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 вы что. Я буду очень рад, если я с ним встречусь в финале. Потому что соперник очень достойный на самом деле. Он должен был бороться в финале, я думаю. Я его не исключаю абсолютно, что это борец очень высокого класса. Он выиграл, можно сказать, все международные турниры у ведущих самых спортсменов мира. И это один из самых таких грозных соперников. На Кубке мира в Алматы Георгий Цурцумия провел четыре схватки и во всех одержал убедительные победы. Самая интересная была с американцем Дреймилом Байерсом. Он чемпион мира 2002-го. Как быстро ситуация меняется на ковре. Год назад на мировом первенстве Георгий был только седьмым. Теперь Байерс повержен. В этой схватке Георгий победил убедительно и красиво со счетом 4-0. Он уже так уверенно борется на ковре, невзирая ни на титулы, ни на регалии. До Олимпиады остаются считанные месяцы. Но даже в этот момент самый титулованный тяжеловес всех времен и народов Александр Карелин не мог представить, что Георгий Цурцумия на Олимпиаде заставит поволноваться всю сборную России. Олимпийский финал Цурцумия Бароев тогда был фантастикой. В Алматы на Кубке легендарный борец много говорил о Бароеве и также много о казахстанской школе борьбы. Ну, про вас казахов трудно, в общем-то, не сказать. Те люди, которые представляли борьбу Казахстана в лучшем цвете на мировых коврах, сегодня все это повторяется. Это и Юра Мельниченко, и Манукян, и Вайсаитов, чемпионы мира, при том, что кратные, да, и два-двукратные чемпионы мира. Я думаю, что все предпосылки есть, тренеры работают, ковры покупаются, да, федерация не стесняется говорить не только о своих проблемах, гордиться теми традициями, частью которых ты являешься, но ясно уже речь идет о молодых борцах Казахстана, да, и не жалеть живота своего в достижении цели, только и всего. Георгий продолжал готовиться к Олимпийским играм в Афинах. В поисках сильных спарринг-партнеров он постоянно курсировал между Россией и Казахстаном. Бесконечные сборы. В перерывах борец успевал пополнять свою коллекцию новыми медалями. В очередной раз он выиграл на командном чемпионате Азии, который также прошел в Алматы. Последние месяцы перед Олимпиадой для команды были самыми напряженными. Мелочей в подготовке к главному старту жизни быть не могло. Травмы, полученные Георгием на тренировках, выбивали из привычного графика. Порой казалось, что удача отвернулась от него. В столице Олимпийских игр Афина встретила спортсменов 30-ти градусной жарой. В Олимпийской деревне уже ничего не удивляло и не радовало. Из ярких воспоминаний одно. В столовый зашел спортсмен с олимпийской медалью. Для него уже все позади подумал в тот момент Георгий. Какой он счастливый. А для нас все только начинается. Это была самая жаркая пора для команды Казахстана. От борцов ждали медали. В какой весовой категории, трудно было сказать. Но то, что кто-нибудь из них должен был подняться на пьедестал, такая уверенность была. От большого напряжения не выдерживали нервы у спортсменов и тренеров. Шеф демиссион команды Даулет Турлыханов сам вывел борцов на ковер. С одной целью я вышел, чтобы поддержать наших борцов. Имя в том числе и Мухитара Манукаяна, который после травмы вернулся. И с этой целью я вышел. Несмотря на что, когда другие коллеги, мои коллеги из других стран, они сидели на виплаже, я так не мог, конечно, и проходилось и руки мастировать, и полотенцем махать от наших плотных борцов. Георгий Цурцуми на Олимпиаде провел пять схваток. С хозяином Коврака, Уцумбасом и грузином Мирианом Георгадзе встречи закончились с одинаковым счетом 2-2. Одна победа и поражение. У него оставался только один шанс. Для того, чтобы выйти из группового турнира, нужна была чистая победа над шведом Эдди Бэнксоном. И вот здесь, когда перед Георгием стоял вопрос ребром, или-или, или он побеждает и выходит дальше, или же проигрывает и возвращается домой. Вот здесь, конечно же, он совершил маленький в своей жизни спортивный подвиг. И дальше уже, как понарастающий, он уже просто-напросто с тем же рулоном Гардером, который в 2002 году камня на камне в его обороне не оставил, он здесь просто-напросто настолько мужественно и здорово отборолся, что, победив у олимпийского чемпиона, выигравшего самого Александра Карелина в Сиднее, и после этого еще став на следующий год чемпионом мира, Георгий, выиграв у него, он просто возмужал. В этот же день вечером Георгию предстояло провести решающую схватку за золотую медаль Олимпиады. На ковер вышли Цурцумия, Бароев. Зал в ожидании нового чемпиона в самой престижной весовой категории, до 120 килограммов. Он не был к вот этим подковерным каким-то интригам большого спорта готов. Он был сильнее в поединке, это все абсолютно казахстанцы и не только казахстанцы отражают. Он практически сделал для победы 90% возможного, но вот этих 10% он не доделал и не довел победу до конца, потому что для того, чтобы победить, ему нужно было, независимо от оценки судей, добиться третьего выигрышного балла. Бароев был сломлен почти, но вот это почти Бароеву, Хасану, как тоже заслуженному мастеру спорта, ему позволило вот все-таки мобилизовать себя и какую-то панику в борьбе Георгия, где-то какую-то брешь найти, проявить себя. И это как бы проявление силы и воли, оно привело его к олимпийской золотой медали Георгия, к серебряной. И так распределились места на пьедестале почета. И финальные схватки, до сих пор, наверное, и Георгий переживает за эту финальную схватку, и всю жизнь, наверное, в памяти у него останется, и будет помнить, и жалеть, что так получилось в финальной схватке. Прекрасно началась схватка, и на последних секундах отдать такую встречу, видя со счетами, это, конечно, как сказать вам, непростительно. Георгий за это, наверное, сегодня прощает, и он не будет, пока не добьется своих заветных целей на предстоящих олимпийских винах. Георгий возвратился на родину серебряной медалью. Его поздравляли с победой, но сам спортсмен еще долго вспоминал финал. Теперь, когда дело сделано, можно и поговорить об олимпиаде. Георгий в центре внимания. Новое состояние повышенного интереса радовало. Но, как отмечали близкие люди спортсмена, обрушившаяся слава не изменила борца. Он по-прежнему застенчиво краснеет, говорит очень тихо, без особых аппетитов. Наш вид спорта, греко-римская борьба, или любая борьба, она обязывает спортсмена быть агрессивным, быть жестким. Георгий, он достаточно образован, и родительское воспитание здесь, конечно же, сыграло основную роль, и культурен в уважении. То есть он из жесткого и такого амбициозного парня, он в хама не превратился, и поэтому я ему за это крайне признателен. Поэтому я считаю, что не имея качеств необходимых для борца, то есть опять же агрессивности, жесткости и всего прочего, он бы никогда в жизни был, на километр к Олимпийскому пьедесталу бы не подошел. Вот я сейчас думаю, допустим, действительно, мы счастливы, как родители, не только потому, что он спортсмен стал, с таким достижением. Нет, он сын особенный. У него, допустим, не появилось такое чувство, что до этих пор я общался с этими людьми, теперь я буду общаться с этими людьми. Нет. Я, когда первый раз Юрию Васильевичу позвонила, я ему и тогда сказала, что вот в этом отношении вы не пожалеете. Это человек, который не умеет предавать. Он для меня, как вам сказать? Звезда. Да, почти что так. В апреле 2005-го Георгию Цурцумия вручили удостоверение заслуженного мастера спорта республики. Торжественная церемония прошла в Астане на чемпионате Казахстана. В заключительной схватке Георгий одержал верх над соперником за 19 секунд. Красивая победа, красивый финал. За олимпийские достижения команды греко-римской борьбы звание заслуженного тренера республики присвоено Юрию Мельниченко. Среди награжденных также президент Федерации греко-римской борьбы города Алматы Малик Абитеков и президент Ассоциации спортивной борьбы республики Бигзак Сарманов. Безусловно, спортсмен талантливый, причем можно подчеркнуть еще такую вещь, что если человек он талантлив, то он талантлив не только на ковре, но он и в жизни. Это говорит о неких человеческих качествах того же Георгия и, как вы уже до этого сказали, некоего тренерского коллектива. Та медаль, которая еще в Греции, которая очень выиграла Георгий, это, конечно, было много усилий, последних трех лет в Миссию защищен, конечно. Те сборы, которые бесконечные между Россией и так далее, то есть ездили. И, конечно, настрой после чемпионата мира, именно на Ленинских игр, конечно, Георгий поработал очень много, над собой поработал, как спортсмен, наверное, как... Ну, это, наверное, серебро, серебро, конечно, заработанный Георгием потом. Конечно, просто легко так не достается. Это то, о чем может мечтать любой спортсмен? Конечно. Самое высокое звание в спорте, скажите, Илья Васильевич. Осталось играть чемпионат мира и олимпийские игры. Он действительно настроился на следующую Олимпиаду. Поэтому со свадьбой решено подождать. Три с половиной года пролетят незаметно. Георгий вновь вошел в форму. Он не только сбросил лишние килограммы, но и перестроился на борьбу по новым правилам. Его первый крупный успех после Олимпиады – золотая медаль на международном турнире в Иране. Его вновь ждут чемпионаты мира и Азии. А если повезет, то и олимпийские игры в Пекине. Георгий вновь ждут чемпионаты мира и азии. Моя каринская борьба, моя жизнь, моя судьба. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok